СПК ЕРФ обратился в Федеральную антимонопольную службу и в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Ненинского округа. Предмет претензий субсидий на производство и реализацию продукции оленеводства. По мнению сельхозпроизводителя, механизм господдержки противоречит нормам антимонопольного законодательства. В мерах господдержки заявитель усмотрел сразу две позиции, которые, по его мнению, ущемляют права хозяйствующих субъектов. Первое, что готов оспаривать в суде СПК ЕРФ, это условия предоставления субсидий хозяйством при реализации сырья на предприятия промышленной переработки. Согласно утвержденному порядку, субсидия предоставляется юридическим лицам по ставке 150 тысяч рублей за одну тонну мяса оленины в убойной массе и субпродуктов первой категории в случае их реализации организациям, которые осуществляют последующую переработку продукции оленеводства в Наринмаре и деятельность которых предусматривает производство мясной продукции не менее 600 тонн в год, в том числе полуфабрикатов готовых и консервированных продуктов из мяса оленины. По мнению заявителя СПК ЕРФ, таким требованием могут отвечать только хозяйства, которые реализуют оленину на предприятия мясопродукты. Никаких других промышленных переработчиков с таким объемом в столице региона нет. Это и противоречит нормам антимонопольного законодательства. В Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК с такой постановкой вопросы не согласны. По словам руководителя профильного ведомства Олега Белака, перед принятием этого нормативно-правового акта проходила оценка регулирующего воздействия. Кроме того, документ предварительно направляли и в прокуратуру. Этот же проект был отправлен и в ФАС. Ответа никакого не последовало. То есть на тот момент, либо, скажем так, не смотрели, либо смотрели, не увидели, либо сейчас прозрели. По словам Олега Белака, в антимонопольном ведомстве СПК ЕРФ оспаривает еще одну позицию порядка субсидирования оленеводов. Она касается реализации оленины и иным потребителям на территории региона. Согласно документу, округ доплачивает 40 рублей за 1 килограмм реализованного мяса оленины при реализации прочим потребителям по цене не более 270 рублей за килограмм. То есть мы говорим, продавай за 270 рублей, это как и некий такой фактор сдерживания цен. Потому что мы знаем, что в тушах, особенно некоторые хозяйства стали продавать, и до сих пор еще там где-то продают, от 340 до 300 рублей. Мы предложили, продавайте за 270 населению, людям, организации, мы будем давать 40, и того суммарно получите 310. Не хотите продавать, продавайте за 340, это ваше право, за 280, за любые деньги, ну за 150, да, то есть это просто мера государственной поддержки. Что здесь усмотрел ФАС, такое нарушение, мне, честно говоря, абсолютно непонятно. По словам руководителя профильного ведомства Департамент природных ресурсов, экологии и АПК, готов отстаивать свою позицию в арбитражном суде. Напомню, порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, оленеводство, был утвержден в декабре 2015 года. Всего на поддержку оленеводства в этом году из бюджета округа выделено 300 миллионов рублей.